МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Николай Кузнецов. Здравствуйте. Двойной праздник 65-летия Отечественного подводного атомного флота и 72-летия высшего военно-морского инженерного училища отметили в Севастопольской Голландии. Сегодня этого легендарного учебного заведения, готовившего корабельных инженер-механиков для всех флотов Советского Союза, уже не существует. Но его выпускники – это настоящее братство. Отдав долг родине, ветераны-подводники много внимания уделяют патриотическому воспитанию молодежи. А после 2014 года практически заново воссоздали музей-училища. Более 40 лет в нынешнем корпусе Севастопольского института ядерной энергии и промышленности готовили лучшие кадры для советских атомных субмарин. В народе Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище называли Голландия по месту его расположения на берегу одноименной бухты. Начиная с 1951 года молодые инженеры, механики, ядерщики уходили с плаца училища на все флоты страны. А уже через 7 лет первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» была спущена на воду в Северодвинске. Через Севастопольскую Голландию прошли 11,5 тысяч выпускников, в том числе 6 героев Советского Союза и России. Здесь я приобрел товарищей, здесь меня научили наукам, здесь меня научили жизнь. Плоту я отдал 33 года, поэтому считаю, что училище – это альмаматор, моя родина, моя жизнь. Ведь были два специальных факультета и один, так скажем, дизель-электрический, который выпускал электриков и дизелистов. То есть наши служили не только на атомоходах, но также и на дизельных подводных лодках, и практически на всех надводных кораблях. Наши выпускники служили на Байконуре, запускали так называемые космические спутники связи. Я хочу отметить, вот я на двух кораблях служил, на адмирале Нахимове и на Петре Великом, уже будучи стартовым. И я отмечаю, что офицеры, механики, которые закончили ваше училище, они отличались какой-то такой, ну скажем так, особенной культурой, особенной там субкультурой. Они были воспитаны, интеллигентны, всегда были спокойны, ответственны, потому что, понятно, за их спиной, в их руках был ядерный реактор. По-другому к ядерному реактору относиться нельзя. Конечно, выпускников училища, как и многих севастопольцев, беспокоит состояние здания учебного заведения, памятника архитектуры, по коридорам которого теперь ходят студенты Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета. Документы по этому корпусу, по Курчатова-7, по главному зданию, находятся сейчас в Министерстве проявленной документации на реконструкцию здания. Вы знаете, что это очень сложный процесс, документы уже подготовлены, надеемся, что в ближайшее время начнется реконструкция этого здания. Здесь же, в Голландии, не случайно располагается и военный учебный центр СевГУ. Руководство университета надеется сохранить преемственность традиций, зарожденных в легендарном училище. Полина Галушка, Денис Александрович, Севенфорумбюро Государственное унитарное предприятие «Севэлектроавтотранс» имени Александра Сергеевича Крупадерова отметило День Конституции с соревнованиями среди водителей троллейбуса. Выбрали лучших из лучших. Из них планируют собрать команду для участия во всероссийском конкурсе. В этом году организация уже состязалась на этом уровне в Сочи, но среди водителей автобуса. 12 лучших водителей троллейбусов разделили на две команды – ДПО-1 и ДПО-2. Соревнование включило два больших блока – теорию и практику. Первым проверили знания ПДД, как правильно принимать транспортное средство, как управлять, технические особенности машины. Вторая часть конкурса – зрелищная. Это вождение и применение своих навыков на деле. Вождение – это отдельный элемент, который… Это прохождение. Есть трасса. Специально созданная есть схема. В этой схеме плавный подход к остановке имитирован, заезд в гараж, движение передним, задним ходом и движение на скорость, само маневрирование троллейбуса. Это имитация той транспортной работы, которую он в повседневной жизни выполняет в городе. Трассу водители проходили на время. Чем быстрее справишься, тем лучше. Несмотря на то, что все эти элементы профессионалы выполняют ежедневно на городских дорогах, из-за волнения перед конкурсом некоторые совершали ошибки. Где-то немножко не подъехал, дальше остановился от остановки, где-то там полностью не заехал в бокс, где-то на змейке там немножко притормозил, то есть, да, потерял время какое-то. Вот. То есть, вот такие вот… Ну, это только от волнения. То есть, на линии ребята работают очень достойно и хорошо. Сами водители подтвердили – трасса несложная, но волнение и желание показать лучшие результаты мешают сосредоточиться. После выполнения всех элементов на площадке мастера своего дела паркуют троллейбусы и проходят приемку. Сейчас был конкурс на приемку троллейбуса. На время нужно было назвать все элементы троллейбуса, как они принимаются, их последовательность и, как бы, уложиться во время. Так начинается приемка троллейбуса с самого утра, в принципе, каждый день. Регулируем сиденья по себе и пристегиваемся. Запускаем компрессор. Забываемся через. В таком формате соревнования для водителей троллейбуса на предприятии проходят впервые. Лучших планируют отправить, представлять Севастополь на всероссийский конкурс профмастерства. В этом году у сотрудников СЕФ «Электротранса» уже был опыт участия в состязаниях такого уровня. Весной команда водителей автобуса заняла третье место на профессиональном конкурсе «Водитель года-2023». Победила команда «Депо-1». Марина Шумейко, Анатолий Паньков, СЕФ «Информбюро». Севастопольские силовики задержали 20-летнего приезжего, совершившего ночной разбой. Об этом сообщает прислужба регионального управления МВД. Накануне в полицию обратился мужчина и рассказал о преступлении. Он возвращался в темное время суток из увеселительного заведения, когда к нему подошел неизвестный в балаклаве и распылил в лицо содержимое перцового баллончика. Затем грабитель силой сорвал с шеи пострадавшего золотую цепь с нательным крестом и скрылся на автомобиле. За что задержан, знаешь? Не знаю. Преступной деятельностью какой занимаешься? Никакой. У кого что забирал, вспоминай. Ни у кого ничего не забирал. Ну, сейчас будем разбираться. Задержанный молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем. В городе Севастополе какой преступной деятельностью занимался? Золото брали. У кого? У людей. Забирали? А, да. Силой забирали. Куда потом девали? А, в ломбард. Стоимость похищенных вещей составила 180 тысяч рублей. Вырученные деньги грабитель потратил на аренду жилья и развлечения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Более четырех лет жильцы дома номер 2Б на проспекте Победы не могут дождаться ремонта рухнувшей подпорной стены. В этом году деньги на проведение работ снова не выделили. И севастопольцы опасаются, что вслед за оползнем обрушится бесхозная электроподстанция, а потом и сам десятиэтажный дом. Утром 19 апреля 2019 года жильцов многоэтажки на проспекте Победы ждала не самая приятная новость. Подпорная стена около их дома рухнула, утянув за собой припаркованные автомобили. О происшествии узнал весь город. И севастопольцы были уверены, теперь власти точно займутся проблемным участком. Выезжала комиссия, составили проект. Но на этом всё. Работы здесь так и не начались. Нет финансирования. В любой момент вслед за оползнем может уйти электроподстанция. Она, к слову, находится в плачевном состоянии. Судя по ответам, которые получают люди, сооружение бесхозное. А поскольку оно давно требует ремонта, севастопольцы уже сами закупили стройматериалы. На протяжении 4 года жители обращаются, одни только отписки. Отписки идут, ответственные те, которые давали обещания, просто ищут виновных. Если не приняли объект в эксплуатацию, значит должны обслуживать. В данный момент подстанция не обслуживается никем. Мы исправно оплатим все счета, все квитанции, жители дома оплачивают. В данный момент кабеля, которые подходят высоковольтные к подстанции, они натянуты, они в напряжении, в критическом, в любой момент они могут просто оборваться. За 4 года начать работу обещали уже много раз. В апреле 2023 о подпорной стене снова заговорили в законодательном собрании и правительстве Севастополя. К тому моменту проект восстановления объекта был разработан и даже прошел экспертизу. Но средства на проведение работ в местном бюджете не предусмотрели. Поскольку этого элемента не существовало в виде подпорной стены, а то, что там было, это просто нагромождение блоков. Поэтому у нас, мы каждый год делаем запросы. В прошлом году делали о том, чтобы финансирование было выделено. Все знают, что бюджет у нас сформирован и довольно-таки дефицитный. Поэтому пока этих мероприятий не включено, этого мероприятия. Но проект есть, и мы готовы к его реализации. В принципе, со стороны департамента городского хозяйства. Будем на следующий год просить. Однако севастопольцы уверены, ждать больше нельзя. О невыполненных обещаниях и бездействии ответственных лиц жильцы дома номер 2Б знают не понаслышке. Помощи они просили еще до обрушения подпорной стены. До обрушения я обращался в компанию, которая обслуживала наш дом. На тот момент по парковке были трещины, делалась фиксация, отправлялось им фото. Было обращение о том, что у нас скоро будет возможное обрушение. Никаких действий не проводилось. И это далеко не единственная проблема десятиэтажного здания. В 2017 году при сдаче дома в эксплуатацию нарушений не выявили. Однако сами жильцы уже не раз сталкивались с трудностями. Были изменения в проекте. Изначально дом должен был девятиэтажным, но застройщик захотел еще один этаж. И над этажом еще настройка, мансардная настройка. И там, что получается, между перекрытием 10 и 11, есть просто отверстие. Отверстие в потолке, где-то площадью 5 квадратных метров. Во время последнего шторма фрагменты кровли с крыши разлетелись по проспекту Победы. После этого уже две недели жильцы квартир на верхних этажах спасаются от непрекращающегося наводнения. Представители управляющей компании подсчитали, что на ремонт потребуется почти 3 миллиона рублей. Таких денег у них пока нет. Постоянные отписки, пинг-понг, так его назовем, правительство кидает горхозу, горхоз кидает в другие инстанции. И ничего, ничего не происходит. Казначейство говорит, что деньги, по-моему, в 2020 году были выделены. Потом говорят, что будет проект. Проект вроде как делается, но потом уже денег нет. То есть вот такое вот на протяжении уже 19-го года сколько лет происходит. К чему приведет бесконечная чехарда с обращениями в ответственные ведомства, севастопольцы даже не могут предположить. Люди надеются, что о проблемном доме и участке вспомнят до очередного ЧП. Валерия Сладотенкова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. Независимое телевидение Севастополя проводит еженедельный прямой эфир, посвященный геополитике и спецоперации на Украине. Сегодня вечером обсудим следующие темы. Как помогают фронту в Ставрополье, расскажет волонтер Наталья. Ситуацию на линии боевого соприкосновения обсудим с военным экспертом, подполковником народной милиции ЛНР в отставке Андреем Марочка. О работе медицинской службы спецназа «Ахмат» поговорим с ее начальником Олегом Позывной Святой. Подключайтесь к обсуждению. Сегодня вечером обращаем ваше внимание, прямой эфир начнется в 19.30 на нашем YouTube-канале ВКонтакте и в Telegram. Ждем ваших вопросов и комментариев в чат. Межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу прошли в Севастополе. В воскресенье, 10 декабря, за первое место на танцполе поборолись 150 спортсменов из разных городов Крыма и Краснодарского края. Всего на состязаниях было представлено 16 категорий танцевальной спорт-дисциплины. «Доверяй, мечтай, летай» – в этих трех словах неспроста заключается вся философия акробатического рок-н-ролла. Этот вид спорта строится на доверии к партнеру, стремлении стать лучшим из лучших не обходится и без полетов в сложных танцевальных элементах. Показать свое мастерство на межрегиональных соревнованиях в нашем городе смогли полторы сотни спортсменов. «Севастополь очень гордится тем, что выставляет команды во всех спортивных дисциплинах и составляет конкуренцию во всех. Этих будет бороться за медали, конечно же. Нужно сказать, что сегодня начнется соревнование с командных, с формейшн. Будут соревноваться формейшн женщины и формейшн девушки, а потом эстафету перехватят дисциплины «Микс», там, где будут соревноваться пары, которые демонстрируют танцевальную программу и акробатическую. Соответственно, будем болеть за всех и за каждого, ну и будем надеяться, что Севастополь чемпион». Акробатический рок-н-ролл – довольно сложный вид спорта. Нужно быть физически подготовленным, чтобы держать быстрый темп танца и выполнять поддержки партнера. Акробатический рок-н-ролл сочетает в себе все виды, наверное, хореографии, плюс в нашем виде спорта очень много разнообразной акробатики, контактной, полетной акробатики. Это очень яркий, динамичный, классный и прогрессивный вид спорта. Межрегиональные соревнования по зажигательному танцевальному спорту для Севастополя уже традиция. Их проводят с 2021 года. В состязаниях участвуют как совсем малыши, так и взрослые и опытные спортсмены. За плечами наших танцоров сотни интенсивных тренировок и десятки побед. «Сборная команда города Севастополя вернулась в чемпионат России, который проходил в ноябре в Москве. Ребята вошли в состав сборной России, потому что были в финале чемпионата России, показали четвертый результат. По результатам этого выступления некоторым спортсменам будут присвоены звания мастера спорта. И мы очень гордимся тем, что эти достижения именно в такой самой сложном виде программы – это команда «Мастерс» мужчин и женщины «Микс». Потому что только в Москве, Санкт-Петербурге и в Севастополе есть команды такого уровня, которые соревнуются с такой сверхсложной акробатикой». Несмотря на то, что соперники довольно серьезные, севастопольская команда нацелена завоевать призовые места. Наша команда вот только недавно вернулась с главного чемпионата страны, чемпионата России 2023 года. И можно сказать, мы до сих пор в пике готовности. Прошло буквально неделю-две после того, как мы приехали. Поэтому я уверен, что все наши ребята, которые участвуют в соревнованиях, они готовы на 100%. Я уверен, что сегодня наши ребята побывают на педестале, во главе этого педестала, конечно же, станут. Но сегодня собрались много сильных пар. Будет ожесточенная борьба, будет интересный и насыщенный финал, где пары столкнутся с соперниками, которые практически друг друга стоят. Но присутствуют у нас сегодня профессиональные судьи, которые, думаю, расставят все точки над «и». Выступление проходит под пристальным вниманием судейской бригады. В нее вошли специалисты из разных уголков России. Чем выше квалификация спортсмена, тем, наоборот, для судей легче. Потому что они уже отработаны программой, отработаны уже основные ходы. А так, если чем меньше подготовленность к соревнованию спортсменов, тем сложнее. Но в основном судьи довольно-таки квалифицированные. Здесь всероссийская категория, первая и вторая категория. Ну, нет сложности. Победители межрегиональных соревнований по акробатическому рок-н-роллу получат кубки, медали, дипломы и ценные призы. А некоторые – и звание мастер спорта. Жанна Тарасова, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59-00-60. А также мобильный плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете, как обычно, на нашем сайте. НТСДФИС-ТВ.КОМ Ждите новостей. Увидимся вечером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова